Кто куда, а мы на ёлку. Так могли сказать все, кто спешил в это январское утро в Дом культуры посёлка совхоза имени Ленина. С мамами или папами, дедушками или бабушками, а то и большими дружными семьями стекались на ёлку главы, которая традиционно проходит во второй день Нового года. На входе каждый ребёнок получал билет. В конце праздника его можно было обменять на подарок. Документ о прописке в поселении не требовали. Пришёл, значит свой, считают здесь. Для нас это определённый экзамен, потому что мы делаем празднично и хорошо для детей. И поэтому, если вы обратите внимание, что сегодня все сотрудники администрации, все сотрудники Центра спорта, все сотрудники Центра культуры находятся на работе и пытаются сделать так, чтобы действительно для детей был это истинный праздник. И ребята, и взрослые пришли сюда с хорошим настроением и с желанием отлично провести время. Вы сюда за каким настроением вообще? За новогодним. Чудес ожидаем, да, Иван? Вообще первый раз здесь, нет? Нет, мы здесь живём и постоянно ходим. Ну, чтобы всё было весело, хорошо. Мы знаем, что здесь будет по-любому очень красиво и круто. Мне тоже нужны хорошие эмоции. У меня когда у детей хорошие эмоции, тогда и у меня хорошие эмоции. Вообще, ну это сказка, конечно. Окунуться в сказку предложили с интерактивных площадок. Старших развлекали клоуны и потешники. Здесь же можно было сфотографироваться с ростовыми куклами. А в другом зале, где стояла наряженная ёлка, сказочные герои пригласили малышей поиграть и потанцевать. Для некоторых это первый осознанный Новый год, а потому всё интересно и необычно. Выполнив важную миссию зажжения ёлочки, завели хоровод под самую знаменитую новогоднюю песню, который и венчал первую часть праздника. Ну а после, тоже по традиции, всех пригласили на сказочное представление. Музикл «Школа чудес» представил Пушкинский музыкальный театр. Главная героиня спектакля Аленушка, ученица волшебной школы, отправляется на поиски своего брата Иванушки, который попал в плен к злой царице Скуки. На пути в Тридевятое царство многое предстоит испытать Аленушке. Но верные друзья помогут справиться со всеми трудностями и найти брата, в который раз доказав, что добро побеждает зло. Ещё одним добрым финалом было получение подарков в завершении праздника. 850 сладких наборов вручили всем юным гостям мероприятия. Татьяна Брылу, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.